здрасте здрасте и зашел на кардан заценить кардан у нас сегодня очень дешевый не я думаю кто тут игра это я играю там происходит я сказал давай давай посмотрим что это такое я такой это ладно давайте с петличку подключим и поговорим через все таки происходит да значит вот у нас петличный микрофон подключен карданный вал вместе с самим карданом мы сняли обратите внимание вот я много раз говорил своих роликов в том числе и у кирилла в гостях что мои первые педали были гибралтар db 66 11 вот это вот они и есть единственное здесь вот колотушки не родные это что это макстон или что что этот черт его знает что это такое ну в общем и вал естественно ради чего мы сегодняшний ролик и замыслили сам вал который был заказан с алиэкспресс за сколько три с половиной три с половиной тысячи рублей вот и предполагается что этот вал по сути аналог трикового вала правильно я понимаю то есть тот что стоит на pearl eliminator demon drive то что на самих идти как стоит том числе и нами на минаторах доминаторах да вот эти части немножко побольше потолше ну вот визуально да чуть-чуть отличается конечно скажи скажи скажите кто из вас анек давай там поближе чуть-чуть сейчас твой комментарий нам тоже пригодятся значит как они вообще в плане совместимости на любые ли педали в этот вал вообще подходит это самый главный вопрос да я знал с чего начать гибралтар он стал нормально то есть главный вопрос пружины крюка здесь она внутри все у меня на ямахе на старый вот этот накидной крюк он вот здесь вот сбоку и вот здесь если отогнуть видно что мастер мне сточил немножко это не терлась а крюк то есть вот так в таком виде какой он есть он не встанет он будет прям так ширкать об этот крюк и вот с этой частью надо что-то делать как стачем от себя на бабу даже распина спид кобру кобру не подойдет прям вообще не залезет отчетом этот штырек не подходит то есть там вот этот накидная накидная гайка она прямо то есть упирается вот сюда и мне пришлось снять на токарном станке у ребят заказывает чтоб не сняли огромную часть вот этого металла по кругу прямо и вылез еще один косяк косяк вылез то что стенка стала тоненькая или то есть если вот это так а нам ключик нужен ключик как всегда у нас что про и лево-лево-лево left вот для того чтобы было понятно вот это спид кобра да я полагаю где здесь у нас несоответствие вот эта часть упирается да еще не залазит видишь уже сразу проблемы начались только этой а как же так вот вставлять я вставляю я понял ну короче не подходит на и махе у меня также так у меня отсюда то есть мне пришлось видите он сточил вот здесь немножко мне пришлось всю вот эту часть выбирать и стенка стенка у меня осталось вот то есть тоненькая стеночка мне осталось из-за этого резьбы у меня полетели то есть сорвались в эксплуатации со временем да слушай это вот исключительно на спид кобрах такая ситуация я понял ну вот значит владельцы арен кобр кстати ну вот уж не судите меня строго любители там разнообразных но тамовский вал оригинальный он в принципе тоже не особо выдающимися качествами обладает и если соотносить так скажем с другими карданами валами других производителей все-таки там и мне кажется проигрывает она такая наиболее хлипенькая хотя сами педали у них конечно отменные вот давайте быстренько что здесь по плюсам по минусам что еще можно сказать добавлю непредсказуемо вылезти китайский сюрприз в общем у меня была раздолбана вот одна клепка то есть она была не проклепана нормально и она просто люфтила вот просто как не знаю что для сучка переделывает плюс вот этого винта не было и соответственно вот этого винта не было то есть было по одному сверху без второго винта он люфтил вот на самом этом креплении грубо говоря сейчас есть я понял ничего хорошего металлолом уже на 2 нормально сейчас фиксируется ну в целом вот на сам я еще конечно поиграю сегодня посмотрим ну вот я сегодня начинал я те игорян уже говорил вот я бы колотушки конечно сделал замах повыше потому что гибралтары эта тема которая ну работает с весом и баланс в ней как бы можно раскачать так что он будет на твою на тебя короче работать поэтому алюминиевый кого-то вода колотухи и вот сделай замах его футбор бы тоже выше поднял еще добавлю я лично для себя брал этот вал чтобы именно заменить родной тамовский спидкобровский вал который где-то месяцев за девять у меня просто а ну вот о чем мы говорили да то что там овский вал они вам тебе то есть ты 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 тоже жертва этого красный люфт месяцев 9 8 я его можно выкидывать грубо говоря восстановлению каким каких-то мастеров кто браться это делать не будет вряд не будет купил на алике дешево сердито ну конечно не знаю как со временем ну пусть мы с тобой да еще решим три три с половиной тысячи в принципе не там диксон какой-то там от 3 к вал 15000 отдавать принципе ну да можно ну то есть как вариант то есть понятно мы с тобой сегодня тоже это обсуждали что есть вещи на которых можно сэкономить есть вещи на которых лучше не экономит вообще то есть вал это в принципе тема которая не такие большие деньги если вдруг что еще правильно один вариант момент то есть раньше эти баллы вот это гайка давай назовем гайка шайба шайба была составная то есть она была из двух частей то есть первая часть вторая часть и крепилась она здесь на болтами и эти болты со временем меня разболтались и люфт полы появился в самой вот этой шайбе и не сама шайба залептила но как видите китайцы этот момент исправили сделали и цельную цельную и поставили же это на будущее бочки туда исключили люфт самой вот этой части я понял молодцы ну в целом то есть разве развивается это движуха это хорошо ну значит не так уж не так уж и плохо все коллеги барабанщики в общем пойду я наверно домой мы уже столько у вас от снимали спасибо вам большое господин товарищ чё ты продал свою платформу до продал продал по которому ролик снимали ушло да все правда ладно все саня спасибо большое за консультации вот круто провели время с уважаемыми нашими подписчиками зрителями телезрителями мы прощаемся банки хой да ну все увидимся в следующих выпусках и